МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На телеканале ВИДНОЕ ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Что обсуждали депутаты Ленинского округа на очередном заседании? Предлагается увеличить параметры по доходам в 2021 году на 1,38 тысяч рублей. Врачи ВИДНОВСКОЙ районной клинической больницы спасли 52-летнюю женщину с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Почувствовала 26 числа небольшое недомогание, температура поднялась. Великий фокусник природа, конкурс под таким названием, завершился в Центральной ВИДНОВСКОЙ библиотеке. По итогам этого конкурса будет издан альбом. ВИДНОВСКОЙ библиотеке. В здании администрации муниципалитета прошло 38-е очередное заседание Совета депутатов Ленинского городского округа. Что было на повестке дня, расскажет наш корреспондент Екатерина Борисова. На повестке 38-го очередного заседания Совета депутатов Ленинского городского округа было всего два вопроса. Первый касался избрания главы муниципалитета. По результатам работы конкурсной комиссии, возглавляемой председателем Совета ветеранов Московской области Виктором Пикулем, депутатам было предложено рассмотреть на должность главы четыре кандидатуры. Кандидатами, прошедшие конкурсный отбор на должность главы Ленинского городского округа Московской области, определены Спаский Алексей Петрович, Рассказов Михаил Викторович, Буров Вадим Сергеевич, Глотов Владимир Евгеньевич. Коллеги, информация о кандидатах, которые прошли конкурсный отбор, направлена была в ваш адрес электронной почты. После обсуждения путем открытого голосования депутаты большинством голосов выбрали главой Ленинского городского округа Алексея Спаского, который с 8 октября нынешнего года исполнял полномочия главы округа, а ранее, с января 2020 по март 2021 года, руководил нашим муниципалитетом. Избранный глава поблагодарил Совет депутатов за оказанное доверие и выразил уверенность, что совместными усилиями все важные инициативы и значимые для муниципалитета и его жителей проекты будут реализованы. Затем народные избранники обсудили предложение внести изменения в бюджет Ленинского городского округа на текущий 2021 год, а также плановый период 2022 и 2023 годов. Предлагается увеличить параметры по доходам в 2021 году на 1,38 тысяч рублей по расходам на 3,583,63 тысяч рублей. В 2022 году параметры по доходам и расходам увеличить на сумму 401,037,35 тысяч рублей. Часть сэкономленных в течение этого года денежных средств будет направлена на то, чтобы войти в ряд областных программ софинансирования, а также сделать Ленинский городской округ красивее и удобнее для жителей. Новогоднее оформление Ленинского городского округа были выделены средства на то, чтобы красиво оформить нашу территорию. И средства были выделены, наверное, впервые. То есть у нас на территории будет такой общедоступный каток, который будет существовать до марта месяца. То есть он будет организован рядом с 10-й школой. Изменение бюджета Ленинского городского округа также было поддержано большинством народных избранников. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видно этого. Врачи, видно, в Скорайонной клинической больнице спасли 52-летнюю женщину с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Состояние пациентки усугубляло хроническое аутоиммунное заболевание. Жительница Ленинского городского округа Эмма Шкурина соблюдала все меры предосторожности. Не предполагает, где могла заразиться коронавирусом. Тем более она сама медик, работает фельдшером-лаборантом. Почувствовала 26-го числа небольшое недомогание. Температура поднялась. Поднималась сначала до 37,4, потом 38. Но уже 2-го числа 38,5 вызвала скорую. Ну и как бы так, не очень-то понимала всей серьезности положения. Привезли сюда, сделали КТ. КТ-2, поражение 30%. И положили. И также сначала как бы только была температура. Ну а 7-го числа кислород. После поступления в стационар Видновской районной клинической больницы 52-летняя женщина 10 дней находилась на кислородной поддержке. Течение болезни осложнялось наличие у пациентки хронического аутоиммунного заболевания. Но благодаря оперативно назначенному лечению медикам удалось стабилизировать ее состояние. Настроит пациентка 50% успеха. Когда пациент верит в то, что он вызвает, старается и делает все, что мы говорим, может быть, что-то даже сверх того, больше вероятность того, что исход будет благоприятный. Сейчас пациентка идет на поправку. Занимается дыхательной гимнастикой. Я им всем благодарна. Врачам. Мария Игоревна подходила, постоянно поддерживала. Врач-лечащий Светлана Якубовна. Все остальные врачи, все. И все медики, и средний медперсонал. Все поддерживали, все помогали. В Ленинском городском округе по-прежнему наблюдается рост заболеваемости COVID-19. За прошедшую неделю было зарегистрировано 566 новых случаев. Заражение новой коронавирусной инфекцией. В стационар инфекционного корпуса в РКБ поступило около 300 пациентов. Из них 82 – жители муниципалитета. Выписано после выздоровления 289 человек. Наталья Буслаева, Елена Кошлева, Видное ТВ. С 1 ноября по 6 декабря на территории Московской области проводится социальный раунд «Засветись». Акция направлена на популяризацию использования пешеходами свето-возвращающих элементов. В Ленинском городском округе запланирован комплекс мероприятий по этой тематике. На пресс-конференции побывала наш корреспондент Галина Житкова. В любое время дня и ночи дорога – это место повышенной опасности. А с началом осенне-зимнего периода проблем только прибавляется. Наезды на пешеходов возрастают в разы. При движении автомобилистов в темное время суток без искусственного освещения, то есть когда пешеходы сможет заметить только на расстоянии 25-30 метров. При использовании же пешеходом свето-возвращающих элементов расстояние увеличивается до 200 метров. На пресс-конференции по случаю проведения социального раунда начальник ОГИБДД по Ленинскому городскому округу подробно ответил на все вопросы. Анатолий Баландин особо отметил, что использование элементов в одежде значительно снижает риск дорожно-транспортных происшествий. А значит, дает реальный шанс уберечь здоровье всех участников движения. Есть, допустим, детские светоотражающие элементы, они такие более играющие. Одеваешь, и ребенок становится более заметным. То есть есть более взрослые модели для велосипедистов, которые передвигаются по дорогам. У нас погода пока позволяет им передвигаться. То есть это нацелено все на то, чтобы автомобилисты видели тех людей, которые находятся на проезжей части. Правила использования свето-возвращающих элементов очень просты. Их можно купить в любом магазине канцелярских товаров. Места для крепления необходимо выбирать так, чтобы фликеры были всегда видны. Самый эффектный цвет, от которого больше всего идет отражение – желтый. Всего несколько шагов, которые помогут стать более заметными на проезжей части в темное время суток. Галина Житкова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ. 15 ноября коллектив Дворца спорта «Видное» отпразднует 15-летие со дня возведения спортивного комплекса. Именно туда отправились организаторы проекта «Стихи живут повсюду». Подробнее в сюжете Юлия Погосян. За два с половиной года в литературном проекте историко-культурного центра «Стихи живут» приняли участие более ста жителей Ленинского городского округа. Это различные трудовые коллективы, представители учреждений образования и спорта, общественных объединений, видновского благочиния. Каждый раз организаторы стараются приурочить выпуск к какому-либо празднику. В ноябре предпочтение отдали предстоящему 15-летнему юбилею Дворца спорта «Видное». Отрадно, что вот эта спортивная нотка сегодня поддержана замечательным, веселым, молодым, жизнерадостным коллективом Дворца спорта «Видное». И мы с радостью и благодарностью поздравляем этот замечательный коллектив со славным юбилеем. Дворец спорта всегда выручает историко-культурный центр и транспортом, и поддержкой, и вот всячески старается нам помочь, откликается на все наши просьбы. Специально для коллектива учреждения было выбрано стихотворение спортивной тематики. Четыре сотрудника приняли участие в чтении, и каждый сделал это, вложив особенности своего характера. В нашем мире все мгновенно, все проходит и пройдет. Спортом надо непременно заниматься круглый год. Бегать, прыгать, отжиматься, груз тяжелый поднимать, по утрам тренироваться, стометровку пробегать. Убегая от инфаркта, не щади себя, сосед! Бодрый дух веселых стартов, весных будущих побед! Не тушуйся, не стесняйся, обходись без докторов, своим телом занимайся, будь здоров, всегда здоров. Своё 15-летие сотрудники дворца встречают с внушительным багажом достижений. Учреждения дважды признавали лучшим спортивным объектом. Дворец спорта и стадион «Металлург» принимали престижные мировые чемпионаты. За эти годы коллективу удалось реализовать массу проектов. У нас один из самых лучших паркетов во всей Московской области – это канадский клён. Мы обновили два года назад экраны в игровом зале. Это суперкачественные 4К-экраны. Мы сделали шумопоглощение, и наш спортивный зал со спортивным звуком превратился в полноценную концертную площадку, что отметили и артисты, которые выступают на нашей площадке. Мы построили трибуну с крышей на стадионе «Металлург» под чемпионат Европы, тем самым создали комфортнейшие условия для пребывания наших жителей. Но, по мнению руководителя дворца спорта, самая большая ценность учреждения – это его дружный и сплочённый коллектив. В нём царит семейная атмосфера. Здесь немало тех, кто работает с основания, есть и новички. Здесь всегда рады принять в свою команду молодых и активных. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Великий фокусник природы – конкурс под таким названием завершился в Центральной Видновской библиотеке. Он был приурочен к 80-летию поэта Видновского края Евгения Зубова и приняли в нём участие более 200 человек, которые представляли не только Ленинский городской округ, но и всю Московскую область. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, как и многие подобные мероприятия, конкурс проводился в онлайн-режиме. Его название «Великий фокусник природы» выбрано не случайно. Это взято неспроста. Это строчка стихотворения нашего замечательного поэта Евгения Зубова. Оно так и называется – «Великий фокусник природы». А в 22-м году мы отмечаем 80-летие со дня рождения этого замечательного поэта, певца природы. И по праву его называют Есениным Видновского края. Естественно, тематика конкурса была связана с природой. Проводился он в трёх номинациях – фотография, рисунок и поэзия. И трёх возрастных категориях. Члены жюри оценивали работы дистанционно. Были и профессиональные авторы, но в основном это были всё-таки такие вот самодеятельные. И тем не менее уровень, как вот ни странно, работ очень высокий, что и отметили все члены жюри. До сих пор мы даже пребываем в таком каком-то смятении, потому что очень хочется некоторых отметить, но просто в рамках конкурса всех нельзя наградить. Сейчас конкурс закончен, во всех номинациях определены победители. Но работа над проектом не останавливается. Когда эпидемиологическая обстановка позволит, организаторы планируют наградить победителей и подготовили для них сюрприз. По итогам этого конкурса будет издан альбом, такой большой красочный альбом, в который войдут работы участников, работы победителей. И получится так, что стихотворения о природе будут как бы проиллюстрированы фотографиями и рисунками. Уже сейчас ведется активная работа над составлением книги. Планируется, что она увидит свет в декабре нынешнего года. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. И это все новости на сегодня. В студии для вас работал Максим Козлов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова